здравствуйте вот я такие много много видео записал не то что много около десятка наверно которых я рассказываю о том как вот мне Борису Бояршину советскому человеку представлялась история России вот не от самых древних времен ну там как-то вот 17 века скажем так как она нам видел 17 век это те времена когда еще вот до меня доносились воспоминания моих предков ко в той или иной форме ну самые-самые слабые отголоски уж 19 это 18 вовсю вот и дошел я до конца советской власти до времени застоя и вот дальше тут получилась такая вещь это не до меня доходило же при мне было я коротенько коротенько обычно полтора часа занимал время это коротенько коротенько минут за 30 рассказал все делал и СССР распался вот ну и решил я вот эти все последние моменты нашей истории рассказывать более подробно но фрагментарно вот отдельные темы отдельные вопросы и вот сегодня тема моя такая вьетнамская война это большое было большая была тема очень важная тема во вне во внешней политике нашей страны очень большое место занимало вот в нашем восприятии мира нашем отношении к соединенным штатам вообще вот к народам других стран я сейчас вам об этом расскажу да но вы не забывайте что я нуждаюсь в вашей помощи и живу на нее если вы перестанете мне помогать вы уже почти перестали мне помогать перестанет совсем я совсем завяну и помру внизу у меня есть номер моей сбербанковской карточки внизу под видео в ю тубе 32 43 такими цифрами заканчивается есть номер счета в сбербанке со всеми реквизитами кто не на карточку переводит а вот на счет пайпал международная система яндекс деньги киевый кошелек все они работают все функционируют только деньги не приходят то что их не мало кто бы стал посылать стали народ умный да чего это подавать то будем сами нищие нам самим кто подал правильно а а тем более что посмотреть можно бесплатно ну воспользуйтесь это там вам абрамович бесплатно ничего не продаст а я продам просто подарю итак вьетнамская война но деньги все на присылайте в принципе говоря вот для нас для россиян вьетнамская война началась шестьдесят пятом году тогда когда в америке был линдон джонсон преемник джона кеннеди но для нас как сразу вот вьетнам там есть в вьетнаме значит правильная коммунистическая партия и она борется значит вот против империалистов все а империалисты бомбят там стреляют всякие вот вещи нехорошие делают но надо немножко знаете уйти вглубь вглубь совсем вглубь что такое вьетнам вообще говоря эти слова обращены к тем кто ну представляет географию да вьетнам юго-восточная азия это побережье морское к югу от китая к югу от южного китая вот такие дела соседи у него лаос камбоджа и чуть дальше на запад таиланд таиланд это страна древней культуры там значит у них королевство достаточно древнее сиам да так вот сиамские кошки значит оттуда вот вот это вот ближайшее их окружение вообще с севера китай вы знаете вот в принципе говоря это страна это народ из того конгломерата из которого сформировался когда-то китай помните вот в истории китая были значит как это враждующие царства что-то такое их там покоряли присоединяли объединяли и получилось вот единое государство империя китайская которые вот уже несколько тысячелетий существует по крайней мере со времен циньшихуанти так вот вьетнам в принципе говоря это из той же бутылки налет это вот из тех же вот того же конгломерата только их циньшихуанти не объединял слишком далеки они были они существовали и существовали бывали времена они были в остальной зависимости от китая китай в ротаче к этому не очень надо как вот вьетнам где то там у нас такой большой богатый китай вот однажды их попытались завоевать у нас вот называют монголо татары да у них минут это монголо китайцы не поверите да монголо китайцы монголо с китайцами мы пытались завоевать вьетнам а ведь там прибрежная страна Приходилось не только по суше двигаться, но и по морю И их с моря-то очень удачно встретили вьетнамцы Это был хан, не знаю, как его звали Он был сын знаменитого, так сказать, Хубилая Этот хан пытался захватить страну, но не вышло Ну так вот это была такая раздробленность Значит, к концу 18 века Это была такая интересная очень страна Состоял, да и не только 18, но и в начале 19 так же было Продолжалось до середины, пока она не потеряла самостоятельность Это чем-то напоминало Китай после восстания тайпинов Я уши уже прожужжал в свое время этим восстанием тайпинов в Китае Так вот, значит, восстание тайпинов китайцы, китайский император сумел подавить только потому, что опирался на местные, так сказать, неформальные формирования Так сказать, вот местные, так сказать, авторитеты, полевые командиры Ну они его подавили, помогли В результате это получилась такая Китай, страна из местных авторитетов провинциальных Которые вот по местам команды, в каждом месте свой клан Так же было и во Вьетнаме Три, по-моему, вот на самом деле клана Вроде как это одна и вьетнамская империя, но тем не менее Были, значит, движения у этой империи завоевательные То есть Лаос, Камбоджа и даже Сиамом воевать Ну вот, как-то так вот было И так было до середины девятнадцатого века Где-то в начале второй половины девятнадцатого века пришли французы И придравшись тому, что с ними не хотят заключать договор торговый Дескать, мы фри-трейдеры, да, мы за свободную торговлю Либерте, естественно, Галите, а кто не согласен Сейчас мы вас тут будем немножко убивать Вот, ну и вот появилось то, что называлось французский Индокитай Он вообще говоря состоял из нескольких вот частей Это вот три части было вьетнамских То, как он состоял из трёх вот этих вот кланов Владений трёх кланов, да И ещё Лаос и Камбоджа Или теперь Кампучию называют Всё это вот входило в состав вот французский Индокитай Так продолжалось до Второй мировой войны Ну, местное население потихонечку учило французский язык Перешло на написание текстов буквами Вот, что очень важно было Вот я вам так скажу сразу, что вот китайский студент Чем отличается от вьетнамского в худшую сторону Ему труднее учиться русскому языку В вьетнаме с буквой используется А китайцы иероглифы И вот перейти на китайцев Слово, вот он здесь написал препод слова с ошибкой Он сразу видит эту ошибку Потому что он не воспринимает как набор букв Как набор букв, которые кодируют звуки Он воспринимает как один символ Вот, ну а вот китайский Про вьетнамских студентов я вам попозже расскажу Хорошие, хорошие слова расскажу Вот Ну так вот Появилось там христианство В виде католичества Небольшой такой был там прословочка на лёд Не знаю, в то время появилось или позже Протестантизма А так там, значит, был буддизм Ну тоже это проценты Меньше десятка процентов Ну и основное, это, как сказать, традиционные местные верования Да, вот так вот они числятся Вот И вот те люди, которые, значит, принимали католицизм Изучали французский язык Так или иначе, они сотрудничали с французской администрацией Вот Ну вот так вот они работали Так они жили Деток году, наверное, в 80-м 1800 Родился человек, который после стал известен под именем Хо Ши Мин Это один из его псевдонимов У него была их уйма Вот Хо Ши Мин родился в семье некого чиновника Не то чтобы чиновника, но очень уважаемого человека Вот в своем регионе Которого даже, значит, смотрели на должность каких-то там провинциальных начальников Вот Но он был большой авторитет, но придерживался конфуцианских взглядов Да? Вот последователь конфуции был Вот И Где-то ему 20 лет стало, Хо Ши Мин Он сбежал из родного дома на корабль, матросом Чтобы посмотреть весь свет Он побывал и в Америке И самое главное, он побывал во Франции Во Франции говорят по-французски А он же из французского до Китая Из, в общем-то, хорошей семьи, не бедной И, очевидно, он знал, видимо, французский язык Ну, во Францию он его совершенствовал Там он познакомился с французскими коммунистами Социалистами, не знаю, как они тогда назывались Вот Он очередной взял себе псевдоним В переводе с вьетнамского он перевелся как патриот Вот Ну, так и звучит, какой-то вьетнамский псевдоним И вот к году, наверное, в 23-м Он отправился в Советский Союз В Советском Союзе он очень пришелся Ко двору Он стал работать в Коминтерне Коммунистический интернационал Дело в том, что в ту пору в Коминтерне Очень было такое важное направление деятельности Это революционизация колоний Чтобы западным буржуазинам миру было неповадно жить Чтобы там были революции в колонии В Индии этим занимался, значит, Рерих Под чутким руководством Блюнкина Яков Блюнкин Фантастической фигуры Вот Вот в конце концов, значит, вот этот человек, который Дживахарлал Нейру, может, вы его знаете Индира Ганди, дочка Дживахарлала Нейру Это, в общем-то, все люди, которые были под покровительством Рериха Да В свое время Это он их напустил в большую политику Недаром, что нас, Индией, более-менее приемлемые отношения Всегда были У нас, у Советского Союза, теперь и в России Вот И вот он, значит, Коминтерне занимался вот этим вопросом Отправили его по миру попутешествовать Поискать, значит, вариантов Бывал он где-то в Юго-Восточной Азии Заходил, значит, он в места, которые называются Гонконг И все места, где бывают эмигранты из Вьетнама И с ними, значит, работал Распространял там вот свет, так сказать, марксистской веры Вот Ну, в конце концов, в Гонконге в 30-м году, 1900 Он создал Коммунистическую партию Вьетнама То, что называется Коммунистическая партия Вьетнама Естественно, он работал вот под протекторатом сверху Да Да, вот это было до того, как Это я вам забежал вперед Он работал в Китае В Китае тогда, помните, такая фамилия Сунь Яцен Это после того, как там пала монархия китайская Году в 10-м Там к власти пришел вот такой был социалистический взгляд Социалист, лучше сказать Сунь Яцен Про Сунь Яцена есть такой китайский фильм в стиле кунг-фу Называется он Телохранители и убийцы Это вот про попытку покушения на Сунь Яцена Еще в какие-то старые времена Где-то там в Шанхае Ну, в общем, страшное дело До конца я его не досмотрел Вот, вот такие вот дела Значит При вот нем присунил Сене С ним старались держать контакт советская власть Вот были, значит, наши представители И с этими представителями Значит, был переводчиком Опять сменил он легенду прикрытия Был Хо Ши Мин Под какими-то своим именем Он был, бывает, как переводчик И вот какой-то момент времени настал Это где-то был в году 1927 В 1927 году в Китае случились перемены Сунь Яцена, по-моему, умер А к власти пришел Чан Кайши Вообще, все вот это вот партия, движение Называлось Гаминдан У нас так называют Гаминдан Гаминдановцы Сначала Гаминдан был, в общем, даже очень положительным Его обладел Сунь Яцена Сунь Яцена в наших учебниках был положительный персонаж А вот Чан Кайши очень нехороший был Хотя первое время с ним тоже поддерживали отношения Но как-то сразу не заладилось И вот эта вот миссия нашего интернационала Третьего интернационала Она оттуда ушла Сам представитель был с русской фамилией Он уехал в Россию, в Советский Союз А переводчик его Хошимин вроде как вольнаемный был Вообще типа с улицы взяли Этот самый Хошимин, он вот как раз в Гонконг И там сделал компартию через три года Вот такие дела Вот, но тут слово за слово начинается мировая война Мировая война, мировая война и на Тихом океане началась Вообще в Китае это она еще раньше, чем в 1939 году А уж в 1941 вовсю полыхала В 1940 году Франция пала под ударами гитлеровских войск И появилась такая вот юг Франции Там где Виши, в городке Виши у них была столица Вишистская Франция так называют Звучит похоже на фашистская Поэтому у нас ее называют Вишистская И вот Вишистская Франция принадлежала вот и в Индокитае французский Там они администрацию отправляли Надо сказать, что власть Вишистской Франции распространялась и на Сирию, и на Мадагаскар Ну хотя и на Марокко, и на Алжир Хотя так особенно, там Вишисты-то особо-то так вот рваться за дело Гитлера не хотели Вот, ну вот как-то так вот это было Самая по себе тема Франции и Второй мировой войны очень интересная Парадоксальная, но сегодня о ней речь Когда японцы, значит, начали свою войну на Тихом океане Они заняли, не захватили, заняли французский Индокитай Им просто отдали его французы, собственно говоря, без боя И началось вот там правление японцев Когда уже война покатилась в другую сторону Индокитай японцам пришлось оставить Тоже, в общем-то, без боя Потому что им нужны были силы для обороны, значит, метрополии То есть самих японских островов Силы были нужны в Китае Потому что там в Китае война шла и против Гоминдана Который был официальным представителем Китая И против коммунистов, которые так себе были как-то вот там вот ждали, как бы им захватить Кстати, очень интересный момент Вот это вот называется политтехнологией Китайские политтехнологии Очень важный момент, что вот именно им следует Вьетнам Ну, помните такая фраза Сидеть на берегу реки и ждать, когда по реке проплывут трупы ваших врагов То есть, ну, всё чужими руками сделать Смысл такой И вот тебе положись на судьбу Как-нибудь да будет Не было ещё так, чтобы не было никак Бог управит Нет, это наш подход А, что я буду работать? Бог управит А это вот их вот надо так сделать, чтобы вот они Их кто-нибудь другой прикостромил Понимаете меня, да? Ну, у них сурово Вот, ну, так ладно Так вот, значит Вьетнам стал свободен от Японии Ну, что значит свободен? Какие-то там немецкие, японские гарнизоны-то оставались А не то, что они там воевать собирались Но это надо было разоружить Этим стал заниматься Великобритания А потом и Францию туда поручили Вот вы французы делаете И, короче говоря, восстановилась опять власть Франции В 1946 году, по-моему Началась как раз война Война против французских колонизаторов Так это у нас называется В этой войне, кстати, Ален Делон принимал участие Он там, значит, был солдатом Французским Вот Вот война была Воевали Французы Против вьетнамцев Вьетнамцы против французов Эту войну, естественно, так издалека поддерживал Советский Союз Легка Но это такая война вот дальневосточная Чем она характерна? Тем она характерна, что всем их много детей В том, что вот Потерять там, скажем Миллион в обмен на 10 тысяч у противника Это нормально Это нормально Нарожаем Да, понимаете? Вот это вот нормально Короче говоря, при таких условиях Таки да, они потерпели поражение французов Я года три назад, наверное, на Московском кинофестивале Это был вьетнамский фильм Он был в дополнительном каком-то показе В основном конкурсе Про Хо Ши Мина Про вот как раз ту его войну против французов Хо Ши Мин там где-то вот в своем там В пещерах каких там прячется Вот И Хо Ши Мин посещает Москву Он едет через Китай И в Китай он едет в шикарном салон-вагоне Вместе с Мао Цзэдуном Мао Цзэдуного принимает Улыбается ему Все прекрасно, удивительно В Москве он ходит около библиотеки Ленина Тут везде голуби Он так смотрит Идет он мимо памятника Достоевскому Федору Михайловичу Которого, естественно, в то время не было Ну вот так они сняли это дело Я просто вспоминаю этот фильм И вам пересказал Вот Фильм достаточно, так сказать, наивный в каких-то моментах Ну, короче говоря, победили они французов В ту пору вот Франция возродилась И терпела поражение за поражением Не хотела воевать до конца Ну, тут, наверное, и победить было нельзя Там жили французы Ну, собственно, что они жили? Почти сто лет Почти сто лет он был французским Почти сто лет там жили французы Почти сто лет там была французская администрация Французские были фермеры Вот То же самое примерно было и в Алжире И оттуда, и отсюда ушли Ну, особенно обидно из Алжира Это вообще было через море тут ерунда Вот, от Франции это, да? Алжир Вот, ну так что Потери Индокитая А это еще и Лаос и Камбоджа Не так страшна была для Франции на этом фоне И Появилось самостоятельное государство В котором, естественно, власть тут же захотели захватить коммунисты Вот, под руководством Товарища Хо Ши Мина Товарища Хо Ну, де-факто получилось два Вьетнама Потому что они очень круто взялись За земельную реформу То есть земли отнимали у людей Значит, вот ты предатель, у тебя землю отнимем Землю они даже крестьянам не пытались раздавать Они говорят, вы будете арендовать, мы вам скидочку дадим Вот, все так Вот, было все очень так жестко И поэтому Вот то население, которое было христианским Которое так или иначе было связано Вот с администрацией С французской цивилизацией Они все оказались, ну, на юге На севере, если они были, их просто перебили Там все было очень жестко с этим делом Пожестче, пожалуй, чем у нас В эпоху вот этой вот Коллективизации и всех прочих вот ужасов советской власти Вот Ну и Вьетнам оказался разделен на две части И вот тут, это уже ближе к 60-м годам Северный Вьетнам Создает фронт освобождения Южного Вьетнама И начинает борьбу партизанскую В Южном Вьетнаме Представляете, Северный Вьетнам Воюет в Южном Вьетнаме Значит, с тем, что туда, значит, партизан Там появились, значит, партизаны Которых, на самом деле, прошли через Вот по территории Лаоса Там было, называлось, тропа Хошимина По территории Лаоса Значит, тут в обход вот этой вот границы Значит, туда, значит, попадали Значит, вот обратите внимание Здесь Ситуация чем-то формально Немножко напоминала Историю Корейской войны Помните? Северная Корея Поддержанная Китаем Пытается захватить Южную Корею И поначалу ей это получается Появляются американцы Отбрасывают их После долгой кровавой войны Возвращается в статус-кво Вот опять раздел по той же самой Параллели По которой поделили ее СССР Еще после Окончания японской оккупации Вот Но Природные условия В Корее и Вьетнаме очень разные Вьетнам и джунгли Все растет, вырастает Северная и Южная Корея Они все-таки больше похожи на то К чему мы привыкли А вот тут война бесконечно могла проходить Тем более, что никто не жалел людей В этой войне, в общем-то, участвовал Китай Но не напрямую То есть, в отличие от Корейской войны Они просто Замещали Вьетнамские силы На севере А вот сами вьетнамцы там Должны были биться Была всеобщая воинская обязанность У них сделана Ну, в общем Северный Вьетнам и Северный Вьетнам Достаточно жесткое государство С несогласными там тоже не спорили Понимаете, их ликвидировали Вот Ну, пошла война И вот наступает 65-й год Тот самый год при Линдоне Джонсоне Когда началась война Ну, что делать Вторгаются вьетнамские вот эти вот Их называли Вьетконг Вот был такой Вьетминь Это те, которые воевали против французов Ну, или Вьетминь А это вот Вьетконг называли И вот появляется этот Вьетконг Убивает кого-нибудь в деревне Приходит в деревне Вот ты, говорит, сотрудничаешь с местной властью Тебя мы убьем Вот Вот, а ты христианин Тебя мы сейчас обольем бензином и сожжем Да Ну, у них такие были порядки Все очень жестко было Вот И Америка решила, значит, как-то этому воспрепятствовать Ну, вот Классика такая Классический пример Эскалации Эскалации конфликта Начали с того, что стали они бомбить Потихонечку Северный Вьетнам Вроде как те объекты, которые имели какое-то отношение Вот к снабжению Вот этих южно-вьетнамского Вьетконга Появились первые потери Сбитые летчики Американские Попадали они в плен В плену там не очень весело им было, честно говоря Потому что это все-таки не тот плен Что Плен хороший Это Плену вообще плохо А тут вообще, тем более, в вьетнамском плену Вот Конфликт усугубляется Тропа Хо Шимина оживленная Ну, стали для борьбы с ними поддерживать Южно-Вьетнамское руководство Туда армию стали перебрасывать потихонечку Стали войска втягиваться в эту войну Вот Это продолжалось где-то с 65-го года По-моему, года до 73-го Да, или до 72-го Когда, наконец, было принято решение Вывести американские войска из Вьетнама И году в 75-м, по-моему, Вьетнам Южный перестал существовать Вьетнам был объединен Вот, это всё по нарастающей шло А во всём мире ширился протест Против войны в Вьетнаме Протест, естественно, он, ну, как сказать Дирижировался кем-то, да Уже к тому времени не было никакого Коммунистического интернационала Коминтерна не было никакого Но Вот Влияние сказывалось, да Ну, ещё партии были везде коммунистические Которые были, в общем-то говоря, ну, при большой поддержке Москвы И не существовали Если, скажем, французские или итальянские компартии Могли быть относительно самостоятельны То, вот, например, американские или британские Ну, как они могли быть? Они были малочисленные И жили они на поддержку из Москвы Вот так уж прямо сказать Ну, всякие такие форумы были Они какую-нибудь газету издают У нас её закупают там огромное количество Бизнес, ничего личного, да Вот, ну, можно Красиво жить не запретишь В общем, вот такой вот был подходится Да И раздувалась эта история Антивьетнамская пропаганда Но она очень на хорошую почву ложилась Потому что Во Вьетнамскую войну забирали людей Служить в армию Потому что у них была воинская обязанность А кого отобрать? А вот кто плохо учится в колледже Вот у него уровень оценок ниже Ну-ка, ну-ка, администрация колледжа Дайте к нам справочку Кто как у вас учится Мы сейчас самых плохих студентов ваших Заберём в армию Пусть будут хорошими солдатами Вот, естественно, значит Студенты возникают против администрации колледжа Они, конечно, не хотят воевать Это тем более эпоха хиппи Такая вот Делайте лучше Любовь, чем войну, да Вот, и вот это вот так вот Всё это дело продолжало Кипеть, разгораться Ну, так вот Тогда следы все были как-то очень хорошо скрыты Но Мало кто сомневается Что это всё дирижировалось Значит, из-за океана Из-за восточной Европы Из-за Москвы Ну, понятное дело Они у нас раздували Все эти диссидентов Помогали им, поддерживали А мы, естественно, антивьетнамские настроения поддерживали Вот, как могли Во всём мире, тем более, это было И вот, значит, в 1973 году А там, значит, очень была тяжёлая война Очень тяжёлая война С переменным успехом Боролись следующим образом Потому что надо было защитить крестьян От северо-вьетнамцев Значит, создавались укреплённые Стратегические деревни Это называлось Ну, как она укреплённая Что, зону построить? Нет Ров Палки торчат Забор какой-то Ну, в общем, слёзы одни Захочешь, проберёшься А чё, там один человек с автоматом Чёрт чё по наделает в этой деревне Ну, в общем, вот такие вещи были Очень жестоко шла война Естественно, американцы Они тоже отвечали жесточением Хотя, конечно, они пытались Вот это такое вот навязать Вот мы будем вам... Ну, это все так делали Советский Союз в Афганистане Вот мы вам муку привезём И французы в Алжире так же делали А по ним стреляли По этим французам По этим советским По этим американским Которые, в общем, с добром шли Мы вам сейчас починим, говорит Мельницу или что-нибудь ещё Рассетный канал А там бам! Бомба тут Дьетконг какой-нибудь подложит Ничего хорошего не было Это очень печальная была война Ну, и вот Америка оттуда ушла А через два года Дьетконг захватил власть над Южной Вьетнамом Детям она закончилась Но началась жизнь теперь Свободного Вьетнама Значит, первым делом Вот какой момент оказался Там у них не всё в порядке было Во власти Были разногласия Кто-то придерживался Значит Советского Союза Кто-то смотрел на Китай На маоистскую систему Вообще маоизм был очень популярен Маоизм это по имени Мао Цзэдуна Вот Он очень популярен был и в европейских странах И во Франции Там вот все себя прямо маоистами считала Молодёжь в 68-м году, например Да, они маоисты Вот Чё там эти вот Москва-то это ревизионисты А вот мы маоисты Маоистское было движение в Индонезии Это было ещё в году в 64-м, наверное Его подавили Да, вот местная администрация резко подавила Там были миллионные, как бы не больше А может и меньше жертвы Вот Там круто косили народ Вот Ну, потому что это мы китайцы, собственно говоря Вот они под бирку коммунизма какого-то там местного Вот Ну, короче говоря Часто смотрела на Китай Они даже туда сбежали Кое-кто из администрации Хоши Мина В Камбодже там воцарился Такой вот режим Я вам про него рассказывал Где всех жителей из городов выселили Он говорит, в деревнях будете жить Пол Пота и Янг Сари Такие два были деятели Вот И всё Чуть-чуть отслушание Убийство Кому они устроили Такой вот Соловки Соловки в Восточной Азии Побили больше половины населения Страшный Это был страшный геноцид Вот Вьетнам вступился Он был противником на тот момент Китая Они этого Пол Пота и Янг Сари свергли В общем-то говоря Спасли остатки населения А Китай начал войну против Вьетнама Это году на 78-м Вот так где, 79-м Даже какую-то часть территории от Торг Самые неприятные воспоминания остались об этой войне Китайцы просто истребляли местное население Специальный был отряд женский, китайский Они какими-то кривыми саблями убивали вьетнамские дети Опять заработал весь механизм поддержки по всему миру Вьетнама Советский Союз стал давить на Китай Демонстративно выдвигал границы Монголии Танковые колонны, столбы пыли Все это очень впечатлило китайцев Дальше они не пошли Китай-то, скажем так Мэй скажет, что он проиграл войну Вьетнама Ну, проиграл Чего, куда ж денешься Ничего не денешься И вот во Вьетнаме появился новый вот этот строй Социализм Социализм такой жесткий С некими такими Конфуцианскими чертами Такой марксизм С конфуцианским смешанный Вот Учатся у нас вьетнамские студенты И вообще вьетнамский студент значит отличник Как это получается? Почему он отличник? А потому что если он не отличник Его сразу заберут обратно Потому что у них нет такого Это не китайцы За которого папа платит За него платит государство Не учишься на пятерке Все, опять во Вьетнам Будешь тут риса выращивать Там было очень жестко с этим делом Ну поэтому Наши преподы Ну вьетнамцу Всегда пятерку поставят Ну господи Ну ладно На пятерку не знают Ну куда девать Ну его же опять туда Нам же жалко парень Ну вот Такие у нас порядки Вот Это действительно такая социалистическая страна Но Вот эта социалистическая система И там себя показала Минусом Им пришлось Скорректировать свою политику Опять же там появился мелкий капитал Некий такой НЭП Никуда не денешься Всегда вот эта вся победа коммунизма Заканчивая А для чего собственно Жгли народ Для чего убивали Для чего захватывали Для чего Вот для чего была война Вот в принципе Сейчас так вот вспоминаешь Вот Мы всегда помнили Как выросли Вот американцы бомбят Вьетнам Вот они Ночью в Рождественске налетели На Ханой И стерли с лица земли Целый квартал Улицы звездочетов И вот там убитые люди Вот нам фотографии покажут Вот детские игрушки Валяются А детей этих уже больше нет Страшное дело Ну ведь в общем-то Разобраться-то Если А за что воевали Американцы воевали за то Что Вьетнам был таким Каким он сейчас есть Таким значит капиталистическим А там получается Воевали только за власть Товарища Хо Ши Мина И группа товарищей Потому что все потом пошло По старинке идет Честно Только что Группа товарищей Которые после Хо Ши Мина Остался Она командует Она определяет Ты будешь в Москве учиться А ты не будешь Вот и все А в Китае нет такой группы Товарищей Там просто папа заплатил Сынок учится в Москве Все Вот такие вот дела Вот что я вам рассказал Про Вьетнамскую Войну Кстати говоря Как раз Сам разгар Вьетнамской войны Американцы полетели на Луну Были тогда Многочисленные Такие карикатурки Это я читал Такой Тогда еженедельник Назывался За рубежом Ну это был такой Обзор Дайджест Зарубежной прессы Да Как сейчас Скажем Дайджест Вот были просто Перепечатки Оттуда И вот значит сидит Американский солдат Во Вьетнаме В болоте Смотрит телевизор И говорит Слава Богу Старт Аполлона Прошел успешно Вот Вот такие вот дела Были печальные Да Ну Оттуда же К нам Не к нам А в Америку Героин стали завозить Ну Это все Целая история Часть населения Которое сотрудничало С американцами Им пришлось Оттуда эмигрировать Кому повезло Они уехали Попали В Америку Кому не повезло Остались в лагерях Хо Ши Мина Кстати Сайгон Столица Южного Вьетнама Переменовали Хо Ши Мин Вот такая вот история Ну вот Спасибо Что послушали меня Я просто рассказывал вам Как это было Как это было Глазами Моими глазами Все Я видел Вот Ну не забудьте Поддержать меня Материально Пока Сейчас на кнопочку Нажму И вы меня не будете Видеть Субтитры сделал DimaTorzok